Алексей Баталов со своей супругой Гитаной Леонтенко познакомились в цирке, в котором выступали цыгане. Гитана на арене выполняла сложные трюки на лошади. Баталов был покорен красотой цыганки, познакомился и втайне начал гулять с ней по ночному Ленинграду. После долгих встреч Алексей решил сделать предложение возлюбленной. В 1963 году узаконили свои отношения и с тех пор больше не расставались. В браке прожили 54 счастливых года, Баталова не стало в 2017 году. Леонид Куравлев с женой Ниной познакомился на катке. Тогда Леониду было 16 лет, а не не 13. Артист влюбился с первого взгляда, понял, что это та единственная и неповторимая. Куравлев долгие годы ухаживал за избранницей и только после окончания театрального вуза узаконили отношения. На протяжении долгих лет Леонид был верен своей жене и не обращал внимания на других женщин. Вместе супруги прожили 52 года. И с уходом Нины, актер потерял смысл. Стал вести затворный образ жизни. К счастью, его дети и внуки были рядом и всегда поддерживали. В январе прошлого года не стало и Леонида Куравлева. Между Игорем Квашой и Татьяной Путиевской завязался курортный роман в Коктебеле. Возлюбленные сразу поняли, что созданы друг для друга. Вернувшись из Коктебели в Москву, Игорь понял, что нужно делать предложение Татьяне. Изначально всем казалось, что это скоропалительное решение, но в результате супруги вместе прожили 56 лет. Игорь и Татьяна на протяжении этих лет поддерживали друг друга. Были вместе и в горе, и в радости. В 2012 году актера не стало, Татьяна тяжело переживала уход супруга. Лев Дуров и Ирина Кириченко познакомились в студенческие годы во МХАТе. Ирина была яркой, привлекательной девушкой и многие мужчины пытались за ней ухаживать. Покорить сердце красавицы удалось невысокому, но обаятельному Льву Дурову. После двух лет ухаживаний Лев и Ирина поженились. Отпраздновали бракосочетание шампанским и виноградом. Вместе супруги прожили 57 лет. Лев был верен Ирине до последних дней. Всегда был рядом в трудные моменты жизни. Ирина не стала в 2011 году, а Дуров пережил ее на 4 год. Владимир Зельдин и Иветта Капралова познакомились в период «Простоя актера». Владимир Сашальский был уверен, что Иветта сможет помочь с продвижением Зельдина. Капралова работала в бюро пропаганды киноискусства. Их знакомство быстро переросло в крепкое чувство любовь. Иветта не смутила разница в возрасте, Владимир был старше на 20 лет. Влюбленные связали себя узами брака и вместе прожили 52 года. В 2016 году не стала Зельдина, а его супруга ушла из жизни спустя 3 месяца. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.